Он хочет каких-то отношений личностных, что у него в высшей степени человеческая природа, о том, что у него есть мать. Не потому, что ему нужна мать, а потому, что он хочет испытать эти чувства, расу. Что у него есть друзья, потому что Бог не лишён, так же как президент. Он не лишён дружеских чувств, наоборот, ему очень хочется дружеских чувств. И у него очень камерный духовный мир. Ну, наоборот, в Риндаме это очень, это деревня. Бог живёт в деревне. Кто мечтает жить в деревне, поднимите руку. Мы не говорим, у кого нет возможности, мы говорим, кто мечтает жить. Каждый скажет, я хочу жить, видеть там прекрасную реку, животных, экологию. Я не хочу вставать утром, чтобы меня в метро зажимали, стоять в пробке 2 часа, приезжать в офис, лезть в интернет, уезжать в таком полусключенном состоянии. Я хочу жить в гармонии с природой. Я хочу ходить, дышать свежим воздухом, пить не из какой-то там пробирки воду, а из реки. И вот мы летом ездим на фестивале, все люди, которые живут в городе, знаете, что они хотят? Самое ценное время для них это проведённое на свежем воздухе, когда они купаются в речке, живут в палатке, смотрят на природу, читают книжку где-то там на свежем воздухе. Почему? Потому что это естественно для человека. А то, чем мы занимаемся для нас, это неестественно. Мы некомфортно себя чувствуем в этом мире. Вообще, в материальном мире ты всегда здесь в некомфортном состоянии. Поэтому писания говорят, не надо за комфортом. Слишком много комфорта, это слишком много проблем. Итак, какие ещё вопросы? Если всем всё понятно, да? Всё замёрзнет скоро, всё будет ездить на коньках. Кстати, в Писании сказано, там, где идёт поклонение божествам, та территория начинает процветать. И с момента установки божеств в Петербурге стало происходить подъём. Ну, потому что 5-7 лет тому назад, это сколько, 7 лет, он стал реставрироваться. Но проблема в другом. Люди ассоциируют подъём с определёнными материальными вещами. Безусловно, это важно. Понятно, что изменился город, его облик, его культурная жизнь. Но очень важно это, уловить вот эти тонкие фибры, трансцендентные, да? Что в Петербурге что-то стало по-другому. А что по-другому? Кришна сюда пришёл. Но Кришна очень скромно, он всегда стоит в сторонке. Продолжение следует... Хороший вопрос, по сути дела. Наше представление о счастье построено на определённой части. Поэтому Шайдар Махарашин сказал, олень гонится, тигр гонится за оленем, олень погибает, тигр погибает, этот счастлив, тот счастлив. Возникает вопрос, а зачем в духовном мире там смерть? Зачем в духовном мире насилие? И основа этой лекции говорилось о том, что в духовном мире страдания, они ещё выше, чем... Это просто другая форма наслаждения. Ну и здесь есть тоже извращенцы, мазохисты и так далее, да? То есть, но речь не идёт о извращённом, речь идёт о подлинности, потому что суть самопожертвования ради кого-то... Ну вот человек, да, жертвует собой ради Родины. И в этот момент, когда он принял решение пожертвовать, да, собой, он достигает какого-то высшего состояния. Или, например, человек, он идёт, ест там кусок хлеба, и вдруг сможет, там кто-то голодный, да, и он бьёт, это отрывает и отдаёт ему. И вот это состояние, оно делает его больше, чем тело. И наоборот, если он там, что смотришь, там... Понятно, да, то есть это делает его чем-то другим. Поэтому категория антитезиса, ну, по сути дела, да, то есть мы можем ответить на этот вопрос так, в духовном мире антитезис, скорее всего, играет какую-то другую роль. Понимаешь, да, то есть речь не идёт о том антитезисе, который, по сути дела, здесь у нас, ну, там, уровне пенальщика, там, или тренера, да, там. Можно по-разному, да, мы знаем, там, Раха, Кришна, там, плюс, минус, позитив, негатив. Шидар Махараш об этом говорит, он говорит, что позитив предлагается через негатив. Он называет позитивом Кришну, а Рахара не негативом. Потому что Кришна всепривлекающая, она... Поэтому, когда позитив, негатив, плюс или минус, в данном случае речь не идёт, понимаешь, да, там, о том негативе, который, ну, вот, как в чёрно-белой фотографии. Позитив, негатив, понимаешь, да, это нечто другое. Поэтому природа духовного мира, она построена уже нечто в другом. Потому что, если мы будем смотреть на драматургию, да, ну, там, такое изображение, там, смех сквозь слёзы. Или, ну, в общем, простой вопрос, почему люди сидят, смотрят фильмы ужасов? Зачем им бояться? Ну, вы увидите статистику, что, там, большинство домохозяек, ну, вообще, человек, он нуждается в адреналине, да? Поэтому, там, едет он на, там, горке, ещё что-то, да? То есть, вообще, как лечат людей, там, адреналийм или, там, шокотерапия, понимаешь, да? Потому что, как только, например, человек, как быстрее всего вылечить человека от фактической любой болезни, это голод. Всё, как только организм испытывает голод, он сразу начинает, там, функции самоочищения, там, само, ну, вот, туда-сюда. А какой голод? Самый лучший голод, это активный голод. Поэтому, все блокадники, вот, видишь, были очень здоровыми людьми. Не было, там, гастритов, там, желудочных болезней всяких. Не, ну, это шутка, но я просто имею в виду, что, то есть, болезни, то есть, вот, как бы, западное общество, сытое, там, гораздо больше болезней сердца, например, чем в голодной Африке. Почему? Потому что, там, ну, там все здоровые, все худые, там, едят только друг друга. Ну, это тоже не так часто происходит. Спасибо. 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 Спасибо.